Росстат зафиксировал рост числа эмигрантов из России. Последние два года количество уехавших увеличивается на 60% в год. Если в тучные нулевые на ПМЖ в дальнее зарубежье уезжали порядка 12, максимум 14 тысяч человек в 12-м из страны уехало уже вдвое больше, в 13-м втрое, статистика 2014 года еще более тревожная. За 8 месяцев уехала на 40% больше, чем за то же время в прошлом году. Аналитики кадрового агентства Headhunter выяснили, что из России сейчас в основном уезжают научные сотрудники и предприниматели. В студии РБК Евгений Михайлов, руководитель отдела миграции и гражданства Международного кадрового агентства Росперсонал Евгений Матвеевич, здравствуйте, спасибо, что пришли. В Европе и в Штатах вообще безработица, как работодателю доказать, что я, российский гастарбайтер, лучше их местных? На самом деле доказывать ничего не нужно. Все иностранные работодатели, включая американцев, прекрасно понимают, что российский специалист, наверное, грамотнее, начнем с этого. Во-вторых, он будет лучше работать, что для него очень важно. И в-третьих, ему можно меньше платить. Да, кстати, вот про Россию часто говорят, что больше денег, чем здесь, нигде не заработать. Насколько зарплаты у российских иммигрантов отличаются в итоге от тех, что они получают на родине? Если говорят здесь, вы имеете в виду Москву, то это одна история, потому что мы все прекрасно знаем, что заработные оплаты в Москве превышают в 4 раза то, что за пределами МКАДа. Итак, давайте поговорим о Москве. Все-таки это интересная такая точка мира для сравнения. В Москве платят много. И как мы, как организация, отправляем специалистов за границу, так и принимаем оттуда, кстати говоря. Швейцарии, из Канады, из Великобритании, США. И самое смешное, из Австралии, потому что Австралия сейчас самое популярное направление. То есть русские едут туда, а австралийские едут оттуда. Что касается размера заработных плат, ну, самую безобразную зарплату, которую я видел за рубежом у моего знакомого, это патологианатом из Торонто-юниверсити, это 450 тысяч долларов в год зарабатывает. Российские эквиваленты могут быть у аналитиков и у топ-менеджмента нефтяных наших корпораций. Может быть так. Все остальное, зарплатная масса, она в целом, наверное, все-таки ниже, чем... Ну, вы говорите, вот в Москве в 4 раза больше, чем за МКАДом, но во сколько раз ниже на Западе, чем в Москве? Или выше? Не ниже, ни ниже, не выше. Это как-то можно все приблизительно уравнять. Москва просто дороже, как город. Покупательская способность. Меньше суммы, но на нее больше купишь, да? Я правильно вас понимаю? Да, вы правильно понимаете. И жилье, и услуги, и продукты питания, и одежда, все здесь... Сколько обычно времени занимает поиск работы за границей, и все ли в итоге устраиваются? У нас все. И сам поиск работы после того, как у него есть рабочая виза, место для постоянного проживания, более-менее постоянного, да? ИНН, банковский счет, там, конечно, никто не платит. Это занимает от 2 до 4 недель. Но сам путь, мы все прекрасно понимаем, что гражданам России нельзя работать за рубежом. Даже нельзя приехать туда без разрешительного документа виза. Занимает от года до полутора лет. Вот между тем, как я захотела, и тем, как я получила... Да, между... Да, ну, вы захотели. Есть критерии, по которым мы должны соответствовать. Это образование, опыт работы. И кроме Канады, в всех странах они должны совпадать. Скажем, нельзя быть журналистом и поехать туда хирургом, да? Работать. Знание языка этой страны. В данном случае английского, допустим, или французского, если это провинция Квебек, да? Ну и возраст. Возраст. Ждут молодых, да. Ждут молодых все-таки? Конечно. А опыт? Как же опыт? Ну, опыта трехлетнего вполне считают достаточным найти. Но вы, спасибо, что упомянули журналистов, вообще скажите, с гуманитарным образованием у каких профессий есть шанс на трудоустройство? Преподаватели, школы, ну, скажем, от ясли и детских садиков, там это прескул, от садиков до университетских лекторов, пожалуйста. Они обязательно должны быть гуманитариями, это учители могут быть математики, физики и так далее. Если говорить о гуманитариях, это юристы, нужны, пожалуйста. И я сейчас, ну, историки. Знаете, если говорить о Австралии, там самый широкий список профессий. А юристы международные или специализирующиеся на российском праве? Достаточно российского диплома о том, что он пять лет проучился и изучил российское право. Естественно, оно в Австралии, скажем, или в Канаде неприменимо. И чтобы получить канадский тикет или австралийскую лицензию на право практики, он сначала должен подтвердить квалификацию. Вот это для юристов и врачей самое сложное, поскольку если у остальных специальностей делается дистанционно, мы посылаем документы, перейдем на заверенное, получаем разрешение, он вылетает. То в данном случае юристы и врачи, они едут туда, сдают экзамен, теорию, практику. Ну, ясно, им нужно присутствовать. После осложнения отношений с Западом увеличился поток желающих трудоустроиться за границей? Желающих, может быть, увеличилось, но реальный поток нет. Он, наоборот, сейчас начал как-то потихонечку уменьшаться. Я думаю, что точка уменьшения достигнет своего минимума где-то в январе-феврале, потому что кроме желания нужны еще денежные средства. Вы знаете, что то, что раньше, если раньше миграция обходилась семье, допустим, 200-250 тысяч рублей, и сейчас она войдется ему в 350, да? Они не были готовы просто к этому, они хотели, но... Можете в одно слово сказать, какой потолок возраста для трудоустрости? 50, но это уже 49 тогда. Спасибо, Евгений Матвеевич. В студии РБК был Евгений Михайлов. Это руководитель отдела миграции и гражданства Международного кадрового агентства «Росперсонал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова